Да, отлично. Ну что, я вас всех приветствую, ребята. Первое, что я хочу сказать, это спасибо организаторам за прекрасную конференцию. Последний раз я здесь был в 2007 году. Тогда я был в полном восторге. Могу сказать, что сейчас стало еще лучше. Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо всем участникам, спасибо всем докладчикам. Все доклады очень интересные, по крайней мере те, которые я видел на сегодня, до сегодняшнего момента. Пару слов о себе. Я разработчик, который последний, не знаю, уже бог знает сколько лет, 10 лет, наверное, работает над распределенной in-memory database management system. Подождите, я буду говорить по-русски, если вы не возражаете. Все понимают русский же, правда? Я видел, что кто-то говорит там по-польски, кто-то говорит еще там на каком-то языке. Но это... Мелорус не подзывай. Мелорус не подзывай. Мелорус не подзывай. Ну, я думаю, что я говорю русский, это хороший пример. Отлично, отлично. Ну, если у кого-то... Окей. Спасибо. Спасибо. Вот. Но сегодня я хотел рассказать не о своей профессиональной деятельности, а скорее о таком хобби, которое стало достаточно... Ну, не то чтобы... Не то чтобы оно вытеснило мою профессиональную деятельность, но оно стало как бы моей второй такой вот работой, но неоплачиваемой, то есть бесплатной. А именно это так называемые консольно-ориентированные сервисы. Ну, прежде чем я перейду к деталям, я бы хотел задать парочку вопросов, просто чтобы немножко сориентироваться самому. Первый такой простейший вопрос. Ну, я думаю, что все знают, что такое программа Curl. Все ее использовали. Но, возможно, нет. Есть такие люди, кто не знает, что такое Curl? Curl? Да. А, Curl? Да, Curl. 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 Не, смотрите, Curl знают все, правильно? Хорошо, хорошо, отлично. Отлично, это самое главное. Второе и второй вопрос. Просто чтобы, возможно, вы уже знакомы с какими-то моими работами. Возможно, возможно, нет. Вы вообще сталкивались с консольно-ориентированными сервисами, ну, то есть программами или сервисами, которые вы можете использовать с помощью Curl и которые ориентированы, как бы, имеют юзер-френдли интерфейс при этом. То есть это не просто API, допустим, JSON, а именно ориентированно на пользователей. То есть только? Вот такой сайт, вот такой тоннель сервер, который выдавал себе не отказ в терминаде. По году. Вот это считается? Да, сервис на моду. По году. А по году какой именно сервис? Вы не помните название? Эти много было. Ну, хорошо. Отлично. По крайней мере, кто-то что-то уже с этим сталкивался. Ну, в общем, сегодня речь пойдет вот именно о таких консольно-ориентированных сервисах и прежде всего о сервисах, к которым мы подключаемся не с помощью SSH или Telnet. Такие существовали еще до появления веб. Напомню, что веб появился на 20 лет позже появления интернета. То есть интернет, если будем считать, появился в 69 или в 70 году, то веб в 91, то есть на 20 лет позже. Сегодня уже многие люди об этом забыли, считают, что это чуть ли не одно и то же. Но на самом деле, конечно же, нет. То есть веб это только одна из составляющих интернета, причем, может быть, даже не самое главное. Так вот, я вообще такой активный пользователь Linux, наверное, с середины 90-х годов. И тогда еще графический интерфейс в Linux, ну, как бы он был очень-очень такой примитивный и бесполезный, скажем так. То есть это было скорее как такой вот просто proof of concept скорее. То есть потом, конечно, все развилось, и сейчас графический интерфейс Linux, он или там любой Unix системы, он, в общем-то, не уступает никаким другим графическим интерфейсам, никаких других операционных систем. Не знаю, какие там еще остались. Но тем не менее, с того времени я по-прежнему фанат терминала, и я предпочитаю делать все, что можно сделать в терминале, я предпочитаю делать в терминале. Я думаю, что многие из вас аналогичным образом поступают и предпочитают терминал другим интерфейсам, ну, то есть GUI, когда это возможно. И вот как-то я начал думать, а, собственно говоря, когда же я вообще переключаюсь в GUI? То есть можно ли вообще остаться в терминале все время и никогда из него не выходить? То есть просто работать всегда в терминале. Начал я об этом думать, начал анализировать и понял, что… Да, но у меня нет даже ВКонтакта, поэтому меня это как бы не очень волнует, но вы правы. То есть вы правы, что действительно проблема. Очень быстро стало ясно, что основная причина переключения в GUI – это браузер. Я, конечно, знал о том, что существуют Lynx, eLinks, W3M и прочие текстовые браузеры, но их использование было как бы, ну, недостаточно удовлетворительным, как бы, такой вот для меня. Я понимал, что когда я запускаю эти браузеры, я не повышаю эффективность своей работы, как вообще обычно происходило в терминале. То есть для меня терминал – это как бы инструмент, который повышает эффективность моей работы, а не понижает. А когда я запускал эти браузеры, я понимал, что эффективность как бы резко падает. И там что-то сделать, ну, тяжело. То есть, в принципе, элементарные действия сделать можно. А что-то более-менее сложное уже не получается. И вот я задумался, а можно ли как-то сделать так, сделать какой-то вот такой, ну, скажем, веб-сервис или вообще, может быть, немножко перед придумать веб так, чтобы он был как бы пригоден для использования в терминале. Тогда слепые начали пользоваться интернетом. А слепые и так пользуются интернетом, чтобы вы знаете. Да, да. Последний сервис на ZipWire. И вот так появился первый, ну, скажем так, такой, ну, не скажу, что мультимедийный, но, по крайней мере, content-rich консольный веб-сервис. Ну, смотрите, давайте зададим вам, задам я вам простой вопрос. Вот, предположим, сейчас мы сидим в неком шеле, на некой машине, где-то там в интернете. Вопрос. Как определить ее внешний, внешний IP-адрес? То есть, шрифты нельзя. Ну, там разве плохо видно? Слушайте, ну, там дальше будут такие, там будут дальше хорошие шрифты, смотрите. Вот такие вот, видите? А, ну, вопрос ко всем. Как определить внешний IP-шник машины, на которой вы сидите? Какой вы способ предложите? Нет, подождите, из терминала, из терминала, из терминала. То есть, не просто… Нет, подождите, если вы запустите сейчас, не факт, что это будет внешний… Нет, 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 это веб-сервис. А, а какой командой мы к этому обращаемся? Ну, наступы фантазии, можно через NC, если сумеешь. Но обычно тоже. Хорошо, вот уже начали поступать правильные идеи. То есть, самый простой способ. Существует огромнейшее количество таких сервисов в интернете, которые вам просто-напросто по HTTP отдают ваш внешний IP-шник. То есть, вы просто обращаетесь на этот сервис и получаете ответ. Ну, таких сервисов, еще раз повторяю, огромнейшее количество. Вот я, допустим, использую для демонстрации, по крайней мере, вот такой вот. Сейчас, секунду. Мы сейчас проверим, насколько хорошо работает кубик. Работает, правда? Можно шрифт больше? Я могу сделать шрифт больше, но возникнет тогда другая проблема. А именно, там презентация, она как бы не сможет работать в терминале меньшего размера. Ну, давайте, ладно, давайте попробуем сделать шрифт. Да, вот давайте попробуем, по крайней мере, а потом, если что, будем менять. Качество кредитации правильного шрифта или отиморного командата? Подождите, подождите, сейчас я пытаюсь увеличить шрифт. Нет, я, подождите, здесь проблема в том, что на ноутбуке не работают некоторые клавиши. Я попытался нажать Ctrl-Shift-Plus, и оно не сработало, поэтому я пошел, вынужден был пойти в меню. Совершенно непривычное для меня действие. Ну что, чуть-чуть лучше стало видно или все равно плохо? Вот, смотрите, то есть мы обратились к некому сервису, вот в данном случае это был ifconfig.co, еще раз повторяю, что таких сервисов огромнейшее количество в интернете, и он вам сообщил ваш IP-адрес. И вот, собственно, с этого сервиса все и началось. Я подумал, а что если сделать, например, не то, чтобы он просто сообщал IP-адрес, а что-то, скажем так, более полезное, может быть, на данный момент для меня, например, погоду. Вот, и таким образом появился первый сервис. Сейчас проверим, как будет он отображаться здесь. Ну, видите, плохо то, что я вам говорил. А ну-ка, Ctrl-Minus. Вот, появился сервис, не, все равно плохо как-то он отображается. Ветер-ин. То есть ветер-ин это по-немецки слово ветер, если здесь добавить букву е и е, то это будет ветер, это погода. То есть погода в. Идея такая, вы можете с помощью керла проверить погоду в какой-либо точке мира, совершенно, в общем-то, в любой точке мира. Как это сделать? То есть вы пишете... Вот, ну, здесь сейчас, поскольку шрифт слишком большой, да, придется немножечко мне, немножечко мне... Подождите, вот так. Ну, вот так нормально, да? То есть я сделал сейчас запрос с меньшим количеством данных. То есть при обращении к этому сервису ветер-ин мы получили данный прогноз погоды для некого, для нашей текущей точки. Вот, правда, поскольку по этому IP-адресу с той машины, на которую я зашел, определить наше местоположение не получилось, он нам сообщил по умолчанию, когда он не может определить местоположение, он сообщает погоду для Аймикона. То есть это самая холодная точка, это полюс холода, так называемый, самая холодная точка на планете, в России она находится, в Якутии. Ну, сейчас там не так холодно, сейчас там 16 градусов. И вы можете здесь взять сейчас, добавить какую-либо, ну, неважно, локацию. Давайте, например, сделаем какую? Минск. Как переключиться на русский, чтобы галактика ввести? Ладно, в общем, вот Минск. Ну, честно сказать, погода у нас, слава богу, лучше, чем прогноз. Хотя, вот смотрите, здесь обещаю, сейчас солнце, да, обещают дождь. Ну, посмотрим. Этот сервис поддерживает огромнейшее количество языков. Уже на сегодня он переведен, по-моему, на 60 или больше языков. Вот, в частности, белорусский. Здесь кто-то знает белорусский? Скажите, скажите, здесь все правильно написано? Здесь все честно? Вот прогноз на дворья для вот все, вот это правда? Нет, не правда. Правда, правда. Все правда. Это для нас разоградки. Разоградки. Почему это? Патчи. Так, в общем, смотрите, смотрите. Патчи на GitHub принимаются. Так что, если кто-то сможет поправить белорусский язык, будет очень хорошо. Спасибо. В общем, этот сервис, он позволяет обратиться к совершенно, ну, или получить погоду по совершенно любой точке в мире. Вы можете использовать там различные данные в качестве входных данных, там, допустим, ГПС, координаты, коды аэропортов, совершенно любые названия локаций. Вот я вам честно говорю, что вы можете попробовать ввести там галактика, допустим, Минск галактика, чтобы сервис понял, какую галактику вы имеете в виду. То есть вы получите таким образом прогноз погоды по совершенно любой точке. Но это был сервис не единственный. То есть с этого сервиса началось, и увидев его популярность и востребованность в сообществе, я продолжил создание этих сервисов. Значит, следующий сервис, вот он не влез из-за того, что мы изменили шрифт, но бог с ним. То есть следующий сервис это QR-энд-код. То есть вы можете, ну, вот такой задам я вам вопрос. Как вы, если вам нужно из терминала перенести текст быстро на смартфон, ну, у кого есть смартфон, у кого есть терминал, каким образом вы это обычно делаете? Правильно, нет, правильно, правильно. На самом деле это правильный подход, Telegram или Jabber там, или что-то еще. Но этот подход, к сожалению, можно использовать только тогда, когда вы сидите на своей машине в своем терминале. Если вы зашли на какую-то первую попавшуюся машину, вот как я сейчас. Вам нужно что-то спереть, да? Почему спереть? Вообще, допустим, некий URL передать или что-либо такое. То есть как это сделать? И вот, да, и как же это сделать? То есть для этого мы можем просто взять и сконвертировать этот текст в QR-код. То есть вы просто обращаетесь к сервису, который называется QR-энд-код. Если вы обращаетесь без текста в качестве запроса, вы получаете, ну, как бы некую дефолтную картинку. Но вы можете взять и добавить тут, ну, давайте я сейчас добавлю LVE.org. И вот это вот у нас LVE.org. У кого есть смартфон, можете попробовать это LVE.org или нет? Давай, давайте попробуем. Вообще-то это надпись two lines. Нет, two lines это BVTP. Да. Это LVE.org. То есть вы можете таким образом любой текст конвертировать. И вот давайте попробуем сделать что-то более страшное. Вот-вот, я сейчас и хочу как раз. Спасибо. Смотрите, давайте сделаем вот такое. Страх, я не знаю, чья это машина. Shadow, ну. Ладно, ладно, не будем Shadow, не будем Shadow, потому что мы же честные люди. Так а мы не будем его сканировать. Ладно, я возьму только первые пять строчек из ETC по СВД. Попробуйте вот это отсканить. Не зависнет ли ваш смартфон? А, есть, да. Вот, смотри, вот так вот. Home David. В общем, в общем, вы увидели, что таким образом вы можете перенести текст. Ой, я куда его делал? Следующий сервис, ребята. Кто-то помнит еще, что такое, кто-то еще помнит, что такое биткоин? Это такая штука, которая помогает везде продавать карточкой? Нет, а кстати, вы знаете, что биткоины уже на GPU давно не майнятся. Но, допустим, Ethereum майнится замечательно. Но, смотрите, следующий сервис, который я создал для того, чтобы показать, что таким образом вы можете передавать не только текстовую, но и графическую информацию, это был сервис RaidSX или RaidExchange, который показывал курсы обмена между различными валютами и криптовалютами. Валют оказалось маловато, поэтому также пошла в ход информация о криптовалютах. То есть вы можете с помощью этого сервиса определить текущий курс и исторические курсы, валют и криптовалют. То есть если вы обращаетесь к сервису просто без дополнительного URL, то вы получаете наиболее весомые по капитализации на сегодняшний день криптовалюты. То есть вы можете взять, давайте попробуем обратиться на RaidSX и посмотрим, что у нас вообще в топ-10 находится на сегодня. То есть все знают, что биткоин, наверное, на первом месте до сих пор. А что же находится на втором, третьем и так дальше. Вот. Ну вот мы видим, это по умолчанию просто таблица. Таблица, которая показывает нам коды валют, потом их цену и рыночную капитализацию на сегодняшний день. Ну и изменения за последний час. То есть как капитализация или цена меняется. Ну вот сейчас цена в чем это? В долларах. По умолчанию это доллары. Ну вот, допустим, биткоин на 6700, да, там Ethereum на 280. Капитализация, соответственно, 116 миллиардов, у Ethereum на 28 миллиардов. Если вы сюда добавите в домен, например, там, не знаю, евро, то вы получите то же самое, но в евро. В доменном имени вы можете указывать совершенно любые валюты, криптовалюты. Кстати, насчет белорусского рубля не знаю. Но подождите, давайте хотя бы… Вот российский рубль, например, да. Вот 45 тысяч рублей стоит биткоин сегодня. Я думаю, что, наверное, нет, но будем работать над этим. Нет, нельзя, к сожалению. То есть белорусский рубль пока что… Биткоин не брать взял. Хорошо, но это, ладно, то есть это просто какая-то примитивная таблица, в чем прикол, непонятно. А давайте посмотрим, что можно более интересное посмотреть. То есть дело в том, что если вы добавите слэш и название какой-либо криптовалюты, допустим, там, биткоин, то вы получите изменение этой валюты по умолчанию за… Сколько тут у нас? Пятница 24-я. За сутки. То есть вот как она за сутки поменялась, она поменялась там в цене на 2%. Давайте посмотрим, как она, допустим, поменялась в цене за, допустим, 4 недели. Вот как менялся за 4 недели. То есть, ну вот, в принципе, как бы где-то там был пик 8400, доходил до 5900. Ну и как бы вот он как-то чуть-чуть сейчас выравнивается, то есть за последние 4 недели. Но вы можете таким образом там не 4 недели вбить, а сколько вам там надо. Допустим, 12 недель, допустим. Вот какие колебания. Понятно, что сейчас нас здесь интересует не сама по себе криптовалюта как таковая, а именно тот факт, что мы можем с помощью вот этого подхода также представлять некую визуальную информацию. То есть в данном случае, допустим, графики. И как вы видите, графики достаточно, ну, я бы так сказал, четкие. То есть достаточно хорошо видно, что происходит, тренд некий. И вы видите, что точность этих графиков, она превышает размер цифр. То есть мы не просто там, или размер вот знака места, да. Мы не просто там какими-то звездочками рисуем, а рисуем мы точками. Вы знаете, кстати, как этот метод работает? Как? Да, вот по крайней мере один человек знает. Это используется шрифт Брайля, который вообще, как бы, мы делаем abuse шрифта Брайля. Вообще-то, конечно, он нужен для слепых, которые просто таким образом читают информацию. Но мы как бы делаем, с помощью шрифта Брайля мы отображаем графическую информацию. То есть таким образом вы можете любую графическую информацию в консоли отобразить. И графики или там что угодно, рисунки, ну, как бы, не важно. Как видите, даже цветную. Понятное дело, что так мы можем отображать не только курс, колебания курсов или еще что-либо. Можем отображать, не знаю, величину нагрузки, например, на какой-то там сетевой интерфейс или объем трафика, прошедшего через интерфейс, что угодно. Важно именно то, что вы можете любую информацию так отображать. И плюс, обратите внимание, что эта информация, то есть результат запроса, вы получаете мгновенно. То есть сравните это с тем, что вы делаете в браузере. Вам нужно открыть браузер, там что-то пойти, куда-то покликать, ввести строчку запроса. Потом полчаса подождать, пока загрузится CSS, JavaScript и так дальше. И потом вы, возможно, получите результат. Здесь вы получаете это мгновенно. То есть все вот эти вот запросы обрабатываются в течение 50 миллисекунд. То есть это то, что, скажем так, одно из условий, которые мы поставили себе, и которое сдерживается или держится на сегодняшний день, соблюдается на сегодняшний день. Следующий сервис, ну, как, скажем так, мой любимый на сегодня, это чит. Вид — это сервис шпаргалок или подсказок по программам Unix, Linux и по языкам программирования. Возможно, вы знаете, ну, скажем так, все знают по-любому, что есть такая программа, как MAN, ну, MAN. То есть вы можете с помощью этой программы определить, получить некую справку по любой команде. Проблема в том, что в некоторых случаях информация, которая там находится, ну, то есть ее объем, он просто настолько огромен, что вы не всегда можете быстро найти то, что вам нужно. Да, то есть вам нужно там быстро посмотреть, например, каким образом вы можете отправить с помощью керла там какие-то данные в формочку, например, через пост, и вы думаете, а как же это сделать? Блин, непонятно. То есть вы вместо того, чтобы идти в MAN, вы идете и гуглите. То есть вы делаете совершенно неправильные действия, а в результате все, как бы, вместо того, чтобы решить проблему, вы ее только усугубляете. Чтобы эту проблему как-то решить, появилось множество проектов open source или community, скажем так, driven проектов. Это упрощенные MAN страниц. То есть вы можете на GitHub как минимум три или четыре таких всемирно известных проектов найти. Ну, самый, наверное, известный это TLDR. Это проект, который показывает вам упрощенные MAN страницы, где показаны наиболее важные ключи по каждой из команд. То есть вам не нужно читать весь MAN, вам нужно читать только там, ну, что там, одну страничку информации. В чем проблема этого проекта и других таких? Проблема в том, что их нужно инсталлировать. То есть вот клиент этот вам нужно скачать, поставить и постоянно его там как-то актуализировать, потому что идет работа постоянно над этими репозиториями, туда постоянно добавляются новые страницы, и вам нужно постоянно это дело актуализировать. Вторая проблема, что таких проектов несколько, и вам нужно их несколько, скажем так, инсталлировать и актуализировать. В результате, что в этом сервисе мы объединили все эти проекты под одной крышей и сделали возможным использование этих программ и проектов без какой-либо предварительной инсталляции. Теперь вы можете с помощью Curl просто взять, обратиться на сервис, вот этот вот cheat.sh, и дальше через слэш указать название программы, которая вас интересует. Ну вот, то есть вот такой простейший запрос сделать. Давайте я сейчас какой-нибудь запрос сделаю. То есть вот мы берем… Какая команда вас интересует? Ну подождите, давайте вот я вот говорил уже про Curl, давайте, Curl, то есть я хотел сказать, давайте начнем с него. Вот, смотрите. Вот вы сразу видите здесь какой-то, ну скажем так, некую подсказку по этой команде или по этой программе, и что именно вы можете там с ней делать. Ну вы можете сказать, что эта подсказка тоже такая почти большая, как MAN, что это такое. Вы можете… В принципе, вы можете уменьшить как бы объем выдачи и показать только то, что вас интересует. Например, вас интересуют только запросы пост. Как на этом ноутбуке ставится тильда. Вот она. Вот смотрите, вот только то, что касается поста. Ну вот сразу вы видите, окей, я вижу, что я могу делать пост запросы вот таким вот образом. Вот примеры сразу. Эта информация берется из какого-то репозитория шпаргалок, который пользователи GitHub поддерживают, поддерживают в актуальном состоянии. То есть вы видите, что качество ответов достаточно высокое. Если вы вообще не знаете, что вы хотите, то есть вы знаете, ну я хочу, например, делать какие-то снэпшоты. Вот, например, снэпшот, ну как, вот я не знаю, в LVM может они так делаются, там в BTRFS так делаются. Надо посмотреть. Вот вы просто пишете снэпшот, например, то есть вы не указываете команду, а просто пишете тильда и дальше поисковый запрос. И вы получаете все, что касается снэпшотов. То есть как там делать в ZFS, как делать в BTRFS и так далее. То есть в принципе вы даже команды сами можете не знать. Да, вы получаете ответы. Вот они все, да. То есть тут вы видите некие варианты ответов. Вот. Как я уже сказал, информация вся тянется из репозитория шпаргалок, которые поддерживаются комьюнити. Но, то есть это была первая версия этого сервиса, которая была создана год назад. Потом мы подумали. То есть да, этот сервис получил достаточно широкую известность, большое количество пользователей и как бы возникло обсуждение, а можно ли как-то расширить этот сервис и сделать так, чтобы запросы были не только по Unix Linux командам, но и по языкам программирования. То есть можно ли делать запросы, например, вот скажем, по Питону или по чему-либо еще. То есть не только по Unix Linux, но и по Питону. Например, по любому языку, да. И да, мы в результате сделали это возможным. То есть сейчас, сейчас сервис работает таким образом, что вы можете задавать вопросы по, ну скажем так, по практически всем популярным языкам программирования, а точнее даже так, по всем популярным языкам программирования и по практически вообще всем языкам программирования известным. На сегодняшний день поддерживается 56 языков программирования. И более того, вопросы, которые вы можете задавать по этим языкам программирования, в общем-то практически любые. Ну, естественно, они должны быть более-менее какими-то осмысленными, Но степень покрытия или величина покрытия, она действительно большая, огромная. Ну давайте я попробую что-нибудь там. Вот питон, ну и просто, ну неважно, я не знаю. Да, хорошо. Давайте перл, ну и допустим, там, как, не знаю, прочитать файл. Ну самое простое. Или давайте что посложнее, допустим, как распарсить джейсон, допустим, да. Вот, вы пишете запрос, вы пишете запрос, смотрите, вы пишете запрос, вы пишете запрос. Так, где мой запрос? Он уже улетел, да? Ну хорошо. Сейчас. Сейчас, подождите. Хорошо. Вот, ну ладно, то есть давайте я запрос еще раз просто вверх подниму. Вот я, вы попросили от фонаря какой-то там язык, это был перл. Хорошо. Я добавил parse.json, то есть распарсить джейсон. Ну, read file можно было точно так же ввести. Он бы тоже его ответил. Вот, вот нам показался некий ответ, то есть каким образом вообще рекомендуется парсить джейсон. Сейчас, подождите. Сейчас, секунду, сейчас я хочу просто дорассказать вам этот момент. То есть вы здесь формулируете ваши запросы. Единственное условие, которое вы должны соблюдать, это вместо пробела использовать плюс. Плюс. Вместо пробела использовать плюс просто потому, что пробелы в HTTP query, в HTTP запросе в заголовках не поддерживаются. И они заменяются просто плюсами. Но это нормально, ничего особенного, да? Первый попавшийся ответ, если он вас не устраивает, допустим, вы думаете, фу, какой ответ, я не хочу такой ответ. Вы можете добавить слэш один, и у вас как бы, вам показывается некий там второй ответ. Да, то есть, допустим, ну вы смотрите, что там вообще у нас есть. Вот, вот, допустим, вам второй ответ. Смотрите, иногда я добавляю вопросительный знак Q, то есть такой quiet режим, где у вас, как бы, комментарии все удаляются. Потому что, возможно, вы не хотите читать комментарии, вы хотите сейчас просто увидеть там что-то вот в коде. А, я вспомнил, как это делается, и как бы идти дальше. То есть, вот таким образом я сейчас посмотрел, ну вот как там парсится JSON, ну еще один способ. Потом еще один способ. Вы можете сказать, ну хорошо, откуда берутся все эти данные вообще, что это за цирк? В каждом ответе, в каждом ответе внизу в комментариях, кстати, все ответы, они оформлены в синтаксисе того языка, по которому вы делаете запрос. То есть, давайте для сравнения, я сейчас сделаю запрос по какому-нибудь другому языку, ну давайте там, не знаю, да, JavaScript или Lua или Go там. Ну вот, например, я сделал запрос по Lua. То есть, если вы знаете, если кто-то из вас тут использует такой язык, я думаю, многие используют, вы знаете, что там одна из основных структур данных, на которых держится язык, это таблицы. И вот, например, вы смотрите, как там две таблицы объединить, допустим, да, или там, ну я не знаю, зададим какой-нибудь там вопрос такой глупый, допустим, а хотя почему глупый? Как отсортировать, например, таблицу, да, там. Ну вот, смотрим, как отсортировать таблицу. И вы смотрите, соответственно, каким образом в Lua сортируется таблица. Хорошо, ладно, вы там что-то спрашивали про что, про кложа или кто там что-то спрашивает? Нет, 1С не поддерживается. 1С не поддерживается. Спрашивали, да, 1С не поддерживается. В общем, короче, я вам просто показываю какие-то запросы от фонаря. Да, вы уже нашли как минимум один язык, который не поддерживается, это действительно 1С. А показываю запросы какие-то, да, что-то работает. В каждом языке, кроме того, что вы просто можете задавать вопросы по каким-либо, ну вообще любые вопросы, да. Кстати, вопросы можно задавать и на любом языке, в том числе даже и на белорусском. Я, правда, не пробовал на белорусском. Но можно на русском, по крайней мере. Давайте я там какой-нибудь тоже самый питон. Как вы говорите переключение на русский? Капс. Отлично. Вот, ну допустим, как скопировать файл? Ну вот я скопировать файл. То есть он вам ответит, ну перевод, правда, будет, вернее, ответ будет на английском, но это ничего страшного. То есть люди намного проще могут читать на иностранном языке, чем писать. Да, то есть вы можете сформулировать запрос на вашем языке, который для вас проще, и получите ответ на вашем языке. Вернее, получите ответ на английском языке. В каждом из языков программирования у вас есть специальная секция, которая называется лен, то есть изучение. И вы можете по любому языку программирования в конце добавить вот такое двойточие лен и почитать вообще как, ну скажем так, просто начать изучать этот язык программирования. Вот тут вот подробно все расписано, как это делается. Кстати, почему? Почему не раскрашено? Вот этот вопрос меня тоже мучает. Странно, но это баг. Я посмотрю. На самом деле оно должно быть, конечно же, раскрашено. Я в лес, ну подождите, я же минус R написал, ребята. То есть, конечно, оно должно быть раскрашено. Ну тут тоже. Но я посмотрю, это какая-то проблема. То есть, я посмотрю, это какой-то regression. Хорошо. Вот. Откуда берутся вот эти вот лен вещи? То есть, это проект, который я вам тоже могу, скажем так, проанонсировать, если прорекламировать, если вы его не знаете до сих пор. Это лен x in y или там in y. Это вы можете изучить что-либо за довольно короткое время. И этот проект покрывает огромнейшее количество языков программирования. Он тоже ведется комьюнити. Вы можете посмотреть его на гитхабе. Это очень интересный проект. И если вы, например, изучаете какой-то язык программирования сейчас, начинаете учить, то этот проект может быть хорошей такой точкой, с которой можно начать, то есть стартовой точкой. Вот. Ну и вы можете, как я уже сказал, даже не переходить в браузер для этого, а прямо вот из консоли это делать. А кстати, а можно это делать не только из консоли. Можно это делать и из редактора. Давайте посмотрим, что мы, предположим, редактируем некий файл, допустим, питоновский. И у меня там, ну не знаю, возникает какой-то вопрос. Ну допустим. Вы будете смеяться, но это один из самых частых запросов к сервису. На самом деле, есть вопрос, который, к сожалению, уже не актуален в своих времен. Но более ранний вопрос, по поводу, как вы сделали, был, как выйти из вордстара. Это сложнее. Я из ве-максимум спорта. Если у тебя чист, нажимаешь файл, эксц. Вордстара можно, кнутралкар, 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 кнутралкар. Ладно, кто какие редакторы использует? То есть вы так сразу, как выйти из вима, вообще вы не... А вы что, не вим предпочитаете? Нет, ну серьезно, то есть вим и саблайм, наверное, или нет? Эмакс. Да, нет, вы, кстати, вы знаете, что этот... На самом деле, VS Code это достаточно интересный стал редактор. Можете на него подробнее посмотреть. Извините, конечно, что я тут упоминаю продукты Microsoft, но... Да, и есть у нас там опонсорсника, который реально... Не, есть достаточно крутые опонсорсники, которые его используют. Ладно, смотрите, вот мы редактируем файл на питоне, допустим, да, и я там думаю, как вот прочитать файл, там, или, допустим, как выполнить внешнюю программу, да. Я вот пишу это в vimex, в vimex, в sublime, в atome или в visual code, неважно, в чем я пишу, все эти плагины есть и все поддерживаются. Ну вот, допустим, vime я запустил. И вот я пишу там, не знаю, что там, выполнить, что я хотел, выполнить внешнюю программу. Вот я пишу execute external, что там, процесс, допустим. Вот, пишу я вопрос, ну не знаю, как это делается в питоне, предположим. И что я делаю? Вот прям вы можете из... Sorry. Значит, вот пробел, допустим, p, ой, что-то он опять не то. А, подождите, вроде бы была латиница. Сейчас еще раз. Ну, в общем... Нет, он делает что-то, но не то, что хотелось бы. Вот давайте я еще раз, значит... Но он не работает. Нет, ну ладно, бог с ним. То есть я еще раз посмотрю, в чем тут проблема. Проблема в том, что он не отрабатывает... Нет, он... Сейчас, давайте гляну, что тут с этим vime. Одну секунду. Ну, в общем, ладно. В принципе, поверьте мне на слово, что это работает. MapLeader просто здесь как-то не отрабатывает сейчас. То есть пробел, это лидер в vime, пробел kp, допустим. И он у вас отрабатывает этот запрос и вставляет результат отработки в буфер. То есть вам не нужно даже из редактора выходить для того, чтобы получить ответ на ваш вопрос и посмотреть, как там что-то делается. На самом деле это очень важная вещь. Вообще, ну сейчас не буду распространяться на эту тему просто потому, что не хватает времени. Но вообще одна из важных проблем современности это то, что вы не можете сконцентрироваться на решении какой-либо проблемы из-за того, что вы постоянно вынуждены переключать ваш ментальный контекст. То есть вы сидите там, программируете и пошли в интернет посмотреть, как там сконвертировать строку vintager или еще какую-то ерунду. И там вы увидели рекламу, допустим, или еще что-то. И потом вы через сутки вспомнили, что вообще-то я же писал программу. И таким образом у вас эффективность вашей работы очень сильно падает. Есть довольно радикальные подходы к решению этой проблемы. Например, вообще не использовать интернет. Это есть, на полном серьезе говорю, существуют, например, люди, которые берут и, ну сейчас этот метод уже не будет работать, но раньше такие были, которые, например, брали, покупали билет на самолет, там, допустим, из Нью-Йорка в Токио, чтобы лететь как можно дольше и мочь работать без какой-либо возможности там, войти в интернет. Сейчас этот метод уже не будет работать, потому что у вас интернет уже в самолете тоже есть. Самый такой радикальный в этом плане товарищ, мы буквально недавно вот с кем-то, с Мишей Шигориным это обсуждали, о котором я знаю, это Дональд Кнут. То есть он принципиально не пользуется интернетом, у него вообще даже нет электронной почты. У него есть секретарь или секретарша, которая, значит, раз в три месяца как бы подает к нему некий доклад, ему дает доклад, да, вот или там такой вопросы, на которые он отвечает. И потом, соответственно, ответы там расходятся. И он об этом даже говорил, даже более того, активно пропагандировал этот метод, что он говорил о том, что проблема действительно существует сейчас в современности, да, что люди постоянно отвлекаются от решения их проблем, и они не могут сконцентрироваться на решении сложных задач. Поэтому некоторые задачи, которые действительно сложны, на сегодня они вообще не могут быть решены, вот, потому что люди не могут в течение какого-то длительного промежутка времени на них сконцентрироваться. Потому что они концентрируются, приходит там в Телеграме какой-то запрос или какая-нибудь еще ерунда, и все, то есть он уже контекст ментальный потерял. Хорошо, ладно, продолжим. Значит, насколько популярны эти сервисы? То есть можно ли сказать, что это просто вот сейчас они находятся в неком экспериментальном режиме, мы просто над ними там как-то извращаемся, и по сути у них нет пользователей. Значит, пользователи у них уже сейчас есть. Здесь вообще первый вот этот сервис, о котором я сказал, это был WetterIn, он появился, ну, стал известным, скажем так, в начале 2016 года. На сегодня у него, ну, скажем так, в логах Nginx 1 миллион в среднем запросов в день на сегодняшний день. То есть это очень такой популярный сервис. Понятно, что большее количество этих запросов это скрипты, которые тянут информацию, которые показывают в различных виджетах там эти данные. Но это опять-таки говорит о преимуществах этих сервисов, потому что для людей это достаточно, скажем так, естественно, очевидно взять и тот сервис, который они используют в повседневной жизни, просто каким-то образом автоматически использовать. То есть автоматически с помощью там скриптов тянуть с них информацию, обрабатывать и так далее. Кстати, все эти сервисы также отдают информацию и в JSON. То есть вы можете просто задать, что вам требуется ответ JSON, и вы получите ответ JSON. То есть получается, что информация представлена в различном виде в зависимости от того, кто к ней обращается и в каком формате. Rate.sx тоже самое. То есть у него тоже больше миллиона запросов в день, но еще раз, это естественно различные скрипты, включая. Ветерин популярен достаточно на гитхабе. У него там 5000 или там больше даже сейчас на сегодняшний день звездочек. Хотя я не проверял, они постоянно растут, может уже больше. И чит, он еще более популярен оказался. Сейчас там больше 12 тысяч звезд. Это в принципе, вообще что такое звездочки на гитхабе, это совершенно непонятно, о чем они говорят. Но как минимум они говорят о том, что, ну как минимум кто-то там об этом проекте слышал и его использовал. И по нашим логам мы видим, что в среднем около 100 тысяч активных пользователей, то есть пользователей, которые делают регулярно какие-то запросы. То есть эти проекты, они достаточно популярны, несмотря на то, что они новые. То есть это не то, что там проекты, которые уже на протяжении 10 лет или десятилетий были известны. Нет, они новые. Чит, вот его расширение по языкам программирования было опубликовано буквально два месяца назад всего лишь навсего. И они тем не менее уже сейчас получили большую популярность. И эта популярность растет. Конечно, дело не только в том, что это сервисы такие крутые, а в основном, или в том числе, здесь дело в том, что этот сам по себе подход, он находит как бы отклик в комьюнити. И многие люди, они предпочитают его использовать, потому что они видят, что он дает им определенные преимущества. В частности, повышает эффективность их работы. Второе преимущество, о котором, собственно говоря, я и хотел с вами поговорить, может быть, на что сделать особый фокус и особый упор, что этот подход хорошо использовать при создании прототипов. Если вот кто-то из вас создает какие-то сервисы сейчас или думает о создании какого-то сервиса, и он думает, да нафиг мне надо делать GUI или фронт-энд, это так тяжко вообще. И как бы на этом он, и все его вот эти вот мысли, идеи разбиваются, останавливаются, то вы можете обратить внимание именно на вот этот подход. И вы таким образом у своего сервиса получите очень быстро большое количество пользователей, которые начнут им пользоваться. Причем, что очень хорошо, эти пользователи, они уже технически грамотные, подкованные, поскольку они используют терминал и предпочитают терминал другим средствам, другим интерфейсам. И, соответственно, эти пользователи, они как бы готовы, они более лояльны к вам, и они готовы терпеть какие-то ошибки или какие-то там недоработки, которые есть у ваших сервисов. Поэтому подумайте над этим подходом. Подумайте, может быть, вы его можете использовать для своих сервисов. Вот я тут сделал небольшой слайдик, в котором я свел преимущества этого подхода воедино. В сравнении, например, с браузером, какие преимущества у нас есть в сравнении с браузером, какие у нас есть преимущества в сравнении с утилитами командной строки. Ну, преимущества в сравнении с браузером, они очевидны, скажем так. То есть вы получаете информацию, которая вас интересует мгновенно, то есть вы не ждете, пока загрузится там HTML, CSS, JavaScript и так дальше, для того, чтобы просто увидеть, вообще какая сейчас у нас цена биткоина, допустим. Или вообще будет сегодня дождь или не будет сегодня дождя. То есть, конечно, да, вы можете посмотреть это, если вы регулярно этой информацией интересуетесь, вы можете ее поставить там, ну, соответствующий аппликейшн на смартфон и смотреть это через смартфон. Но опять же, это немножко неестественное поведение, когда вы работаете за компьютером, и для того, чтобы посмотреть какую-то информацию, включаете смартфон. То есть так вы можете это сразу посмотреть прямо из командной строки. На каких рабочих? Не, ну, ребята, смотрите, виджет, вот смотрите, я согласен с вами, что виджет это хорошо и все замечательно. Я вам даже больше скажу. Например, для кого-то вообще компьютер это слишком сложно, и они предпочитают телевизор. И как бы для них даже виджет, да, это, скажем так, вещь, которая, ну, им не подходит. Но для вас, как для Unix или там Linux пользователей, как для программистов, во многих случаях такой подход может быть предпочтительнее. Почему? Потому что вы на лету формулируете ваш вопрос. В виджете вы как бы заранее задаете информацию, которая, ну, достаточно простой запрос, который постоянно обновляется. Но если вы хотите хоть что-то спросить, у вас это уже не получится, да, потому что виджет, он, ну, ну, да, то есть я согласен, что есть Google, есть браузер, но вот мы опять приходим к началу. Смотрите, еще раз, речь не идет о том, что мы вообще говорим, что браузер нужно выбросить. Я говорю просто о том, какие преимущества может иметь этот подход. Теперь в сравнении с утилитами командной строки. Ну, здесь два преимущества, или там может быть больше, но основных два. Преимущество такое, что вам для того, чтобы использовать какое-либо приложение, вам его не нужно инсталлировать. То есть вы можете просто с любой машины, где у вас есть curl, просто обратиться на некий сервис. Причем, смотрите, ведь не обязательно вам использовать публичный сервис. Вы можете проинсталлировать как бы вот эту серверную часть у себя где-то локально и обращаться к ней внутри. Преимущество это достаточно серьезное, потому что curl, это программа, которая по некоторым оценкам на сегодняшний день самая распространенная в мире. И, ну, как бы количество копий этой программы наибольшее. Я вот, попробуйте сейчас подумать, как-то на вскидку, какой программы может быть больше еще копий, чем curl. Minix, я сам. Minix? Нет. Ну, подождите, на каждой инсталляции Minix, как бы, по крайней мере, может быть curl. То есть он, может быть, там не будет проинсталлирован. Нет. 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 Да. Нет. Это просто небольшая инсталляция. Вот допустим, только в машинах, в автомобильной промышленности, то есть в машинах, выпущенных в 2017 году, то есть в автомобилях, выпущенных в 2017 году, уже больше содержится, чем 10 миллионов копий curl. На самом деле они в каждом айфоне, там, в каждом смартфоне присутствуют в виде библиотеки, то есть липкорл, да, не сам консольный клиент, а именно библиотека. Причем часто она статически в линкована в код, и она повторяется как бы неоднократно на одном и том же устройстве. Конечно, сложно оценить количество копий, но в любом случае оно огромное. И плюс в том, как бы, используя этот подход, вы получаете ваши приложения, ваши программы на этих всех устройствах. В совершенно маленький получается футпринт, то есть вам не нужно ничего вообще инсталлировать, кроме какого-то HTTP клиента, причем это не обязательно должен быть curl. Это может быть VG, это может быть там Fetch, FreeBSD-шный там вот, или FTP, допустим, в OpenBSD, или еще что-то такое, что просто берет по HTTP эту информацию и вам ее показывает. Часто это даже, еще одно преимущество, часто эти сервисы работают быстрее, чем программа, потому что программа при каждом старте должна загрузиться. Но это, опять же, вот тот извечный спор, что быстрее сервисная архитектура или стендалон программ. И в данном случае часто вы имеете это преимущество. Значит, для того, чтобы создавать свои собственные сервисы, я вам приготовил, но еще, правда, не опубликовал, фреймворк, который называется Curlator, который позволяет любую программу Unix и любой HTTPS сервис преобразовать в такой консольный сервис. Просто-напросто с помощью простейших манипуляций. То есть, сложность по созданию вашего собственного сервиса будет соизмерима с сложностью инсталляции и настройки программы. То есть, он поддерживает огромнейшее количество input данных, там JSON в качестве данных, HTML или просто приложения Unixовые. А отдается информация, как я уже сказал, ну вот в этом самом виде. Кстати, я, может быть, это не сказал, а это достаточно важно, что если вы обратитесь на любой из этих сервисов напрямую из браузера, то вы получите точно такой же ответ. То есть, да, я об этом не сказал, но это важно, что эти сервисы, они имеют как бы одинаковый интерфейс, независимо от клиента. То есть, обращаетесь ли вы из консоли или из браузера. Естественно, они по-разному рендерятся, как бы на серверной стороне, но для юзера это выглядит одинаково. Мы работаем дальше над созданием этих сервисов. То есть, сейчас уже появилась достаточно такая широкая комьюнити разработчиков, которая сгруппировалась вокруг этих проектов. И мы собираемся публиковать новые сервисы. И, ну, как бы, вот я говорил, вот этот фреймворк, допустим, курлатор. Также мы будем расширять существующие сервисы. Сейчас, на сегодня, основной источник информации или основной источник апдейтов в этой области – это мой твиттер. Если кто-то из вас вдруг пользуется твиттером, вы можете подписаться на него. И все. То есть, на этом, на этом, на этом я бы хотел завершить мой доклад, вас поблагодарить за внимание и ответить на вопросы, если они у вас есть. Пока очень быстро летает микрофон. Студенты в аудитории есть? По поводу сервиса Читшит. Если в аудитории есть студенты, в чем я не уверен, я тут попробовал на пробу написать АСМ и СОРТ. И результат вас приятно удивил бы, если в этот момент вы пишете на экзамене что-то, что требует от вас отсортировать чего-то там на ассемблере. Первый вопрос. Да. Прошу. У меня вот такой вопрос. Вообще говоря, подход довольно не новый. Он вообще существовал в формате не курла, а талнета. И была такая штука под названием inod, когда там любой скрипт, в общем-то, экспозировался просто в порт с тдаутом. Ну и сейчас есть, просто как бы не все помнят. Я помню. Я с этого даже начал. Да, вы правы, но продолжайте ваш вопрос. Вот. Но это, собственно, вопрос такой, что вот есть такой фреймворк, есть вот такая смена подхода. Почему не… Смотрите, я отвечу вам. Это очень хороший вопрос. Приятно такие вопросы получать, потому что это говорит о том, что вы слушали меня. Значит, смотрите, основная проблема здесь в том… То есть, в принципе, да, действительно, вы можете заменить HTTP на TCP, это то, что вы предлагаете. То есть, делать запросы просто TCP. Но тут есть две проблемы. Две. Первая проблема заключается… Ну или проблем может быть даже больше, но я вот о двух скажу. Основная проблема, на мой взгляд, то, что в HTTP у вас уже как бы сам по себе протокол и сам по себе, ну вообще вся инфраструктура и ментальная, скажем так, составляющая у каждого пользователя, да, она предполагает уже наличие некого идентификатора для запрашиваемой информации. То есть, когда вы обращаетесь к такому сервису, вы говорите «погода в Минске», и для вас это «wetter in Minsk». Понимаете, для вас очевидно, что вы просто делаете запрос прямо с вопросом в запросе. То есть, понимаете, если вы будете, допустим, с помощью Netcat обращаться, это можно, вы будете там «эхо», «неткат» и так дальше. Но зачем, если у вас есть готовый способ обратиться с помощью Curl. Вторая проблема – это задача популяризации этого подхода. Дело в том, что для многих людей вообще терминал, он как бы вызывает некий, ну не то чтобы страх, но такое отторжение. И они говорят «да фу, да зачем он нужен? Терминал в браузере, все классно». И вот для таких людей, как бы, нужно обязательно предлагать им решение для браузера. То есть, когда они все то же самое могут сделать в браузере. И потом они просто говорят «фу, ну так е-мое, я был неправ, терминал это еще лучше». То есть, он как бы начинает этим пользоваться, а потом переходит на терминал. С легких наркотиков на тяжелый. Да, с легких наркотиков на тяжелый, так точно. Кубик дайте. Кубик там у вас. Нет, у меня следующий вопрос. Хорошо. Картографическими сервисами пользуетесь? Картографическими? Да. То есть, вы имеете в виду OpenStreetMap или что? В консоли. Да, они, я, смотрите, отвечу на этот вопрос. Я как раз хотел упомянуть про Телнетовский и Матский. Да, вот я хотел, спасибо, это очень хороший сервис. Он, к сожалению, пока что… Давайте, ладно, я расскажу для всех. Смотрите, вопрос такой. Пользуюсь ли я персонально картографическими сервисами и вообще, есть ли у нас что ли нам, или что вам предложить с этим подходом в вопросах картографии? Значит, есть очень хороший сервис, который, правда, на сегодняшний день пока что имеет Телнетовский интерфейс, а не HTTP-шный, пока что, пока что, но мы сделаем все как надо. И вы можете обратиться на этот сервис с помощью Телнета и получить карту, ну, интересующую вас, допустим, карту Минска или вообще не важно что. То есть, по большому счету, то же самое, что вы получаете там через Google Maps или через OpenStreetMap, но в консоли. Там эта карта нарисована с помощью тоже символов Брайля, но выглядит для вас это визуально довольно-таки приятно. Вот, если хотите, можете попробовать, если у кого-то есть Телнет, можете обратиться прямо сейчас на этот сервер. Да, там сервер, смотрите, давайте я вам скажу, смотрите, сейчас, секунду, подождите, сейчас, одну секундочку. Я вам сейчас покажу, где такие все сервисы сгруппированы, и вы можете там по ним по всем пройтись. Так, это мой гитхаб. Кстати говоря, естественно, все эти, естественно, все эти вещи, они… Да мы уж на твой гитхаб залезли, мы уж в курсе. Да, они там все, естественно, open source-ные. Что-то, кстати, здесь… Подождите, что он не работает? А интернет потупливает немножко. О, запустился. Отлично все. Так, и вот тут вот, смотрите, такой есть списочек этих сервисов, то есть такой каталог сервисов, которые у нас есть на сегодняшний день. Вот я вот, например, тут использовал и в конфиг отсюда, да, вы видите, что таких сервисов достаточно большое количество. Есть, ну, различные другие. Вот это очень популярная категория, это аналоги pastebin, то есть шеринга текста с помощью curl или вообще там неважно чего. Потом есть вот этот самый сервис, о котором вы говорили. Maps.me, вот он. И вы можете телнетом просто попробовать обратиться на него и посмотреть вообще, как выглядит карта в терминале. И карта выглядит достаточно приятно. Спасибо за вопрос. Вопрос. Есть вопрос. Только быстро старайтесь, хорошо? Хорошо. Во-первых, не вопрос, а ответ по поводу TCP versus HTTP. Забыли такую вещь, как прокси, фаерволы и прочее. Это одна из вещей, которые… Да, да, я говорил, что вообще… Спасибо, это правда. А, собственно, вопрос у меня по поводу ресайза и по поводу таких вещей, как работа в терминалах нестандартных, например, в Т100. Да, спасибо за вопрос. Я вот этот слайд долго думал, включать в эту презентацию или не включать. Но потом решил, что не будем включать, потому что и так будет слишком много информации. А, в общем-то, доклад для такой достаточно широкой аудитории. Проблема в том, что… Проблема в том, что curl при запросе, он просто отправляет HTTP запрос и он многие данные, которые доступны на стороне клиента, не отправляет по умолчанию. И это как бы действительно один из минусов этого подхода. Значит, но что я вам могу сказать… Да, какая именно информация? Например, локаль, например, использующийся терминал, например, подключен ли curl вообще сейчас к терминалу или нет. Потому что если бы у нас эта информация передавалась на сервер, мы бы могли, например, отключать ANSI последовательности и не показывать их тогда, когда, ну, например, у нас это дело как-то там скриптом разбирается. Вот. И вот что я могу утешительного сказать на это. Значит, мы с Даниэлем Штенбергом, создателем curl, этот вопрос обсудили. Как мы решить его можем и так далее. И мы пришли к решению, что в следующих версиях curl дополнительный будет встроен просто ключ, который будет передавать в заголовках HTTP эту информацию. То есть вы можете тогда, если вы используете этот magic mode, вы можете передать информацию о терминале, о вашей локале, о том, подключен ли там curl к терминалу и так далее, автоматически, без каких-либо дополнительных телодвижений. Добрый день. Большое спасибо за доклад. Очень интересный доклад. Я думаю, все со мной соглашатся сегодня. Скажите, пожалуйста, ой, точнее, не скажите, пожалуйста. Хотел бы уточнить, вот я фротенд-разработчик, у нас на Node.js там свои плюшки есть, и у нас тоже наметилась тенденция в последнее время для включения в свои проекты, для развертывания своих проектов использования CLI-интерфейсов. То есть это, ну, очень такой модный тренд сейчас, и в принципе, как бы, я начинаю понимать, что это очень популярно становится во всех смысле. И на Unix-системах, и на Node.js проектах. То есть это такая вставочка небольшая. И хотел спросить, вот, например, в запросе я хочу передать именно знак плюс. То есть при обращении к man-пейджам вашим, я хотел бы передать… Я понял. Ну, это элементарный вопрос. Но я думаю, здесь многие веб-разработчики знают, что есть энкодинг для различных символов. Вы можете просто через процентную нотацию просто плюс передать. Ну, как бы… А, еще, смотрите, еще одна вещь. Дело в том, что… Дело в том, что это штука, то есть этот сервис, он не предполагает инсталляции никакого клиента. То есть вы можете обратиться с помощью curl и получить ответ. Но есть клиент, который вы можете проинсталлировать. Он изначально он был… Он требовал баша, то есть баш был в качестве интерпретатора, но благодаря Вадиму Жукову, который помог портировать его на все shell-ы… Он сейчас работает совершенно неважно где, то есть cornshell, zshell и так далее, то есть любой интерпретатор. Вы можете его взять, поставить. Ну, давайте он здесь поставлен, но вы можете его проинсталлировать просто с помощью curl элементарно. Вот так вот это выглядит. И вот тут, вот этот shell, да? У вас есть shell. И вы можете прямо писать запросы. Вот вы переходите, допустим, в контекст Python. Да, вот Python. И вы пишете там, что вам надо. Там, не знаю, create empty file, допустим, да? То есть заметьте, что здесь вы уже не используете, плюс, в качестве разделителя. Вы просто пишите запросы, как есть. И вот он вам там дает ответы. Так? Кстати, здесь еще есть одна хорошая вещь по поводу экзаменов. Тут был вопрос. Я вам скажу другой use case. Более злостный. Но вы так не делаете, конечно, никогда. Здесь есть так называемый… Здесь есть так называемый стелс-мод. Стелс-мод. Значит, в этом режиме что происходит? Этот режим не надо использовать на онлайн-интервью. Но вы можете. Значит, вот у вас идет онлайн-интервью, допустим, и вам говорят, а вы не знаете случайно, как сделать merge sort в Python? А вы говорите, ой, извините, я не расслышал. И интервьюер пишет вам в Open Office или где он там, в Google Office, да? Типа с той стороны он пишет, merge sort. А, понял. И как бы мышкой вы выделяете. Вам… Вам не надо ничего набирать. Вам не надо ничего набирать. Вы как бы мышкой выделяете. И у вас… Вы вот тут в соседнем окошке вы выделили мышкой. А вот в этом стелс-моде напечатался ответ. Ну, вывелся. Вы как бы начинаете писать в этом Open Office, в Google Office. Типа, ну это оно? Ну, да. Давайте следующий вопрос. Ну, не надо так делать. Отлично, спасибо. И последний вопрос. А когда планируется релиз курлатора все-таки? Вот это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я думаю, надеюсь, что в этом году. То есть до Нового года. Вообще уже думали… Вообще планировался он летом, но из-за такой бешеной популярности этого чит и из-за того, что там пооткрывали кучу issues, на GitHub и надо было их все закрывать. То есть немножко отложился релиз. Но вообще в этом году будем надеяться, что он будет. Но это будет, я думаю, хорошая вещь. Последний вопрос. Коротенький, коротенький. Полтора слова. Он такой… Так, я хочу задать вопрос не только к, скажем, вектору, но еще ко всем сразу. Значит, вопрос такой. А почему нельзя просто сделать правилом хорошего тона? Некоторые, значит, сайты-разработчики делают приставочку PDA, Web, и можно смотреть на более этих самых. И делать правилом хорошего тона, чтобы это всегда делалось, и чтобы это было интегрировано в средства разработки, чтобы сразу генерировался такой сайт. И добавить еще другой, чтобы поддерживался вот этими терминальными веб-браузерами, чтобы поддержка интегрировалась, и сразу все сайты делались бы с этой поддержкой. И тогда это было глобально решено. Смотрите, я с вами согласен. И можно я? И сразу ко всем вопросам. Это, 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 я вам отвечу, наверное, за всех, но я думаю, все ко мне присоединятся. Если у кого-то есть другое мнение, то было бы тоже хорошо его услышать. Это наша цель, скажем так. Это, я надеюсь, что у нас это получится. Понимаете, в исторических масштабах, если посмотреть на, скажем так, для того, чтобы появился интернет, человечество к этому шло несколько десятков тысяч лет, грубо говоря. То есть вначале они там научились делать наскальные рисунки и так далее, и так далее. Интернет появился сравнительно недавно. Веб появился 20 лет назад, да, то есть, ну чуть больше уже, 30 лет назад. То есть, ну, возможно, через несколько лет всего лишь то, о чем вы говорите, уже будет возможно. Потому что, потому что, потому что это действительно имеет ряд преимуществ неоспоримых. Вы правы, или я прав, да, я вот об этом говорю. А вторая еще причина. Здесь есть одна еще такая, скажем, нехорошая причина. Причина заключается в том, что веб, он в каком-то смысле является телевизором 21-го столетия, то есть предполагается как бы некая изоляция вас в некой коробочке и невозможность покидания границы этой коробки. То есть, вот представьте себе ситуацию. Вы сидите где-то там, работаете с чем-то, ну, неважно, там, с Google Mail и так далее. И представьте, что вы захотели вот сейчас это место, где вы сейчас находитесь, да, передать в консоли, как бы работать с ним дальше. То есть, теоретически это должно работать, но на самом деле это не получится, потому что у вас есть там cookies, у вас есть какой-то state приложение и так далее, и так далее, и так далее, и вам достаточно тяжело интегрировать веб и как бы свободную среду разработки, которая является консоль. Поэтому, в принципе, полностью, конечно, мы не сможем никак, и даже не надо об этом мечтать, заменить веб терминальными сервисами или как бы их полностью как-то там сделать, ну, для каждого аналог. Но, возможно, работа над этими сервисами позволит людям немножко по-другому взглянуть на веб и понять, что все-таки изначально веб, он был как бы ориентирован на URL, и URL был как бы неким инструментом или идентификатором доступа к некой информации. А потом это все просто перешло в кликанье, и URL ушел уже на задний план. Вот это вот проблема, о которой, может быть, еще люди там задумаются в будущем. Спасибо докладчику, а еще раз.